Вчерашний день оказался богатым на новости. Начну с радостных лайтовых событий сразу три королевских именинника. Принц Даниэль, муж будущей королевы Швеции, отметил 48-летие. Королева Испания Летиция находится в шаге от круглой даты, ей исполнилось 49. Ну и конечно принц Гарри 37. Принц Гарри получил несколько важных поздравлений. Первое это конечно журнал Тайм. Гарри и Меган включены в список 100 влиятельных людей. В некоторых источниках я встречала информацию, что они заняли первое место в списке, но некоторые авторы были поскромнее и отдавали им первое место лишь в категории кумиры. Так вот это заблуждение, журнал не ранжирует людей по степени влиятельности. Просто список, не рейтинг. Если вы недоумеваете, за какие заслуги они попали в этот список, то вспомните как без передышки Гарри и Меган хайпились в течение года, сколько мы с вами обсуждали их выходки. Благодаря нам и нашему интересу они попали в этот список. Ну и конечно, благодаря БКС. Кстати, вам не кажется, что стоило бы включить в список принца Филиппа? Второе поздравление Гарри получил от семьи. Точнее, от его любимой систер Энло. Дворец еще раз показал, что знаменательные даты Гарри и Меган больше не являются поводом для других членов семьи переносить свои мероприятия. Вчера Кэтрин посетила крупнейшую станцию королевских ВВС Брайс Нортон в Оксфордшире. Там она поблагодарила военных за участие в эвакуации людей из Афганистана. С одной стороны, Кэтрин является патроном РФР-кадетс, и это естественно, что именно она провела это мероприятие. С другой стороны, некоторые королевские эксперты считают, что тематика мероприятия больше подходит принцу Гарри, учитывая его военное прошлое. Если бы он остался в семье, то велика вероятность, что вчера с военными общался бы именно Гарри. Грешно говорить, но ситуация в Афганистане позволила бы принцу провести не одно мероприятие. Грамотная работа дворцовой команды, напомнила бы людям о бравом солдатике Гарри. Но увы. А как вы думаете, дата выбрана специально?